Проглотил зубочистку, получил разрыв желудка. Ситуация необычная. Для героя нашего сегодняшнего выпуска подобное положение дел обернулось трагичной реальностью. Инородное тело в брюшной полости едва ли не стало причиной смерти. Спасали жизнь специалисты пятой хирургии Ульяновского областного центра специализированных видов медицинской помощи. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Эта история начинается, как и многие рассказы, со слов «однажды». Одним утром Дмитрий почувствовал резкую боль в брюшной полости. Немедли обратился в клинику. Платную. Сначала в одну, и чтобы удостовериться в точности диагноза, сходил еще и в другую. И там, и там на основании анализов поставили диагноз – гастрит, выписали таблетки. Лекарства помогали утихомирить боль, но, как оказалось, до поры до времени. 12 декабря поднялась температура, вызвали врача, сказали, что сначала ангина. Хотели везти в инфекционную больницу, я отказался. 15 числа вызвали врача, отправили. Сначала медсанчастью, сделали сниму головы, проверили на гайморит, потом проверяли легкие на пневмонию, потом отправили на компьютерную томографию и уже после этого отправили меня сюда. 16 декабря делали операцию. Хирургическое вмешательство было жизненно необходимым. При обследовании специалисты обнаружили сильный воспалительный процесс, причем в печени. И только в ходе самой операции врачи отыскали истинную причину болей. Помимо желудка, зубочистка проткнула левую долю печени, что в разы осложнило ситуацию. Начал развиваться сепсис. Виктор Анатольевич, скажите, чем это чревато? Сепсис – это всегда серьезно. Летальность при сепсисе чрезвычайно высокая – 80%. Это при самом оптимистическом развитии ситуации. Уникальность данного случая еще заключается в том, что за 33 года работы в данной больнице – это первый случай, когда инородное тело из желудочно-кишечного тракт впадает в печень. Ни разу не встречает. И в литературе данных крайне мало. При обследовании, которое провели за эти 12 часов, и при дообследовании буквально в течение одного часа мы выявили, что у больного имеется какой-то сильный воспалительный процесс по типу некроза в левой доле печени. После короткой предоперационной подготовки взяли его на операцию. И на операцию обнаружили, что у больного, у пациента в левой доле печени, внутри, в ткани, находится некое инородное тело в виде, вот когда я просто пропальпировал левую долю печени, там по типу проволоки. Но когда мы достали, оказалось, что это была зубочистка. Как палочка для удаления пищи попала внутрь для Дмитрия, да и для всех до сих пор загадка. Мужчина признается, что зубочистками никогда не пользовался ни дома, ни в любых других заведениях. Считает это нелепой случайностью. А в тот день, когда вас увезли в больницу, то есть какие эмоции были, и, точнее, эмоции, какое состояние было? Теряли сознание или что вообще, вот, как бы это было? Температура была 39,7 вроде, 39,5, 39,7 и... Ну, сознание терял. Сознание начал уже терять, по-моему, на утро, когда ко мне зашли врачи и позвали меня на УЗИ. Вот. Я уже, как говорится, встать не мог, меня уже на коляске так привезли. Потом ко мне после УЗИ сразу зашел анестезиолог, и сказал, что мы готовим к операции, что сейчас будет операция. Одной операции оказалось мало. Некроз продолжался. Зубочистка разрушала орган слишком долго – около трех недель. Поэтому мы его в среду взяли на повторную операцию. На повторной операции больного фактически вся левая доля печени представляла из себя такой в виде геля. И остались единственные живые, будем, субстанции – это кровеносные сосуды и желчеводящие протоки. Все остальное буквально расплавилось. То есть инфекция, которая была на этой зубочистке, была весьма агрессивна. У больного развился РДС-синдром. Больной был на аппаратном дыхании. Но операция 2 также прошла успешно. В реанимации, в которой он находился 10-12 дней после повторной операции. И он был подключен к аппарату гемофильтрации. Поясняю это, когда вся кровь, которая в нем циркулируется, выводится в специальный аппарат, где фильтруется, очищается и потом в очищенном виде опять вливается в него. То есть так вот, доступным языком. Благодаря этому пациент выздоровеет. При сепсизе летальность достигает 80%. Это самое оптимистичное. То есть из 10 человек 8 человек умирают. То, конечно, то, что он попал в 2 человека, в эти 2 случая – это, конечно, очень хорошо. Очень. Ну, вы вот вообще потом, анализируя эту ситуацию, вам, может быть, было страшно? Потому что, если бы не так, разрыв желудка, не оказали бы помощь, в принципе, можно умереть. Вы анализировали это вообще? Какие мысли были после этого всего? Ну, анализируйте, анализировал, мысли какие были. Я даже не знаю, какие мысли были, потому что у меня после операции, во-первых, все болело, вот, и после 8 дней реанимации, когда там пролежал, у меня уже, блин, была фотоположая в палату, все, блин, крыша ехала уже, блин, у нас. Врачи, во-первых, подходили каждый раз, они подходили, даже когда реанимации лежал, каждый день подходили, спрашивали состояние. Я вот помню весу Виктора Анатольевича, уже потом, он узнал что-то. Я делал операцию. Вот он подходил ко мне, каждый раз узнавал состояние, потом Антонов, Александр Юрьевич, по-моему, я вот брать не буду. Я его просто видел на обходе, когда первый раз был обход, вот, 16-го числа с утра, врачи. А, вот как раз я и бесу видел, и его, и Антона. Он говорит, я лечащий врач. Вот и Антонов подходил, и потом уже после операции, когда меня перевели в палату, по несколько разу ходили, узнавали состояние, и просился домой, но сказали, пока не выздоровеешь, ты домой не пойдешь отсюда. На момент съемки передачи у Дмитрия шел процесс реабилитации. Он находился на больничном, наблюдался у врача по месту жительства, носил бандаж. Уже мог спокойно передвигаться и без труда наклоняться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова